привет ребята прошлом видео я говорила на такую деликатную тему как чистка кишечника говорила о своем опыте а в этом видео хочу поднять такую еще более деликатную еще более интимную тему полового влечения и сексуальной активности при переходе на веганство и на сыроедение тем более что такой вопрос мне очень часто задают люди сталкиваются с тем что меняют свой рацион питания и замечают такое снижение сексуальной активности я расскажу про свой опыт и про свои ощущения каким продуктом стоит уделить пристальное внимание чтобы избежать или минимизировать эту проблему и что я могу в этом случае порекомендовать и как скоро это проходит кстати ребят если вы хотите получить ответ на свой вопрос самый верный способ написать мне в комментариях на ю тубе или в моей группе клуб здорово веган сыроедения в специальном разделе потому что если вы мне задаете вопрос в личку в инстаграме или в контакте то это самый низко эффективный способ потому что вопросов настолько много что я просто физически не могу к сожалению на всех них отвечать по поводу полового влечения может быть для некоторых людей разговор на такую тему покажется каким-то неуместным или неловким считаю что здесь стоит отбросить какие-то свои стеснения стереотипы для того чтобы поделиться своим опытом бы вы возможно смогли избежать тех ошибок которые возможно совершила я у меня переход на сыроение был достаточно резким это связано с болезнью забросом желчи в желудок гастрит и я очень хотела вылечиться поэтому приняла такие кардинальные меры поэтому мой опыт конечно может отличаться от опыта других людей у кого-то это происходит более плавно и конечно первые может быть несколько недель и когда у меня продолжались эти боли когда я сомневалась нужно ли мне это питание когда у меня была куча страхов я не думала ни о какой романтике ни о каких-то там сексуальных отношениях это все отошло на второй план для меня самое главное было восстановить здоровье а потом когда боли прекратились все более-менее налаживалось но все равно организм был в процессе очистки в процессе перестройки у меня иногда была слабость я очень сильно похудела наверное килограмм до 48 то есть практически ушла вся жировая масса и я это связываю с тем что у меня в рационе практически не было никаких жиров я ела строго овощи и фрукты и зелень и так продолжалось наверное месяцев четыре и пять и да я могу сказать что вот на этот момент сексуальное желание она достаточно сильно снизилась но даже на тот момент у меня не было ощущения что это какая-то проблема я понимала что организму нужно очиститься нужно перестроиться конечно когда он привык извлекать для него полезные вещества из одних продуктов их сразу же резко убирают и ему приходится приспосабливаться извлекать эти вещества из других продуктов то это достаточно сложно и это требует времени и это нужно понимать более я считаю что моей ошибкой в то время было вообще практическое исключение всех жиров из рациона а вы знаете что женские половые гормоны они напрямую зависят от тех жиров которые нам просто необходимо кушать вот когда где-то на четвертом пятом месяце я пришла к тому что нужно действительно балансировать свой рацион следить за тем чтобы ко мне поступали все эти необходимые вещества на самом деле этих веществ не так уж и много это белки аминокислоты 8 аминокислот которые являются незаменимыми то есть считается что они нашим организмом самостоятельно не вырабатываются это жиры омега-3 и омега-6 это не насыщенные жиры насыщенные жиры от которых вообще не стоит отказываться они тоже для нашей гормональной системы очень важны 15 витаминов 14 минералов и пищевые волокна если за этим комплексом следить и понимать из какой пищи ты возьмешь полезные вещества то нет никаких проблем и вот как раз когда она 4 5 месяц я стала добавлять вот эти вот жиры я стала добавлять салаты подсолнечное масло омега-6 я стала добавлять льняное масло обязательно которые в растительных источниках вообще практически не встречаются кроме этого самого льна тем насыщенные кислоты как раз то из чего строится в том числе наши половые гормоны это кокосовое масло или какао масло или бразильский орех хлопковое масло до того сколько есть я могу сказать что это очень индивидуально сейчас очень много сайтов где вы можете с помощью калькулятора рассчитать по вашему росту по вашему весу по вашему возрасту сколько вам нужно выедать жиров белков углеводов мой взгляд эти нормы хоть и стоит к ним внимательно отнестись но не стоит дотошно им следовать все-таки у мясоедов немножко другой рацион у них пища в которой содержится меньшее количество этих витаминов и так далее поэтому им нужно съедать их больше тем более что у них ускорен обмен веществ по сравнению с нами травоядными в рационе у травоядных есть свои узкие места это касается и витаминов и минералов и по минералам это кальций железо цинк магний селен вот видимо как то так совпало что спустя где-то 45 месяцев когда организм перестроился когда я обратила внимание на недостающие эти элементы я могу сказать что у меня все постепенно наладилось и в плане менструации и в плане сексуального влечения и либидо ощущения конечно не такие как на вегетарианстве или на мясоедении потому что на особенно на мясоедении такое впечатление что-то какие-то такие резкие всплески на сыроедение ты это лучше чувствуешь ты больше можешь это контролировать естественно нет никаких лишних и навязчивых мыслей поводу мужчин могу сказать что у у меня есть знакомые и друзья с которыми я обсуждала эту тему и могу сказать что да некоторые отмечают снижение сексуального влечения именно в плане уменьшения количества навязчивых мыслей и постоянно озабоченности этим вопросом в плане самой функциональности в особенности если питаешься сбалансированной сыроедной едой то все отлично и все работает и они отмечают что сексуальное желание более осознанное то есть ни с кем попало его лучше контролировать его гораздо проще продлевать и так далее по питанию лучше обратить внимание на такие продукты как петрушка сельдерей шпинат имбирь потому что в них содержатся растительные фитогормоны в особенности для мужчин это андростерон которого организм может производить тестостерон тоже в зелени содержится хлорофилл который увеличивает количество красных кровяных телец эритроцитов они в свою очередь переносят кислород это значит что в организме будет лучшее снабжение кислородом и полезные вещества из крови будут лучше снабжаться во все органы в том числе и половые дальше очень важно обратить внимание на такие семечки как кунжут и тыква это вообще еда чемпион по содержанию полезных веществ незаменимых аминокислот все восемь там содержатся тоже там максимум всех необходимых минералов это тот же самый кальций цинк магний силен и я считаю что это неправильно считать что какой-то один минерал к примеру силен или цинк он участвует напрямую в производстве половых гормонов поэтому его нужно есть а на другие нужно забить нет все элементы нашего тела постоянно находится во взаимодействии и если вы почитаете например о таком минерале как кальций ну что первое в голову приходит что это зубы и кости а на самом деле он участвует в сотнях и тысячах важных процессов и в том числе влияет на выделение инсулина он влияет на синтез белка в мышц а передачу нервных импульсов на сокращение мышц вот такая вот неочевидная и не всем известная деятельность всего лишь одного минерала поэтому я считаю что стоит обратить внимание на такие продукты как семечки тыквы и кунжу потому что в них содержится целый клад очень полезных для нас веществ в том числе для поддержания нормального гормонального фона сексуального влечения и потенции первое фитогормоны в зелени второе минералы в тыкве и в семечках и третье то что я уже говорила это жиры обязательно льняное семя кокосовое масло я уверена что очень сильно вам помогут для того чтобы побыстрее преодолеть этот переходный период и выровнять гормональный фон и конечно очень важно заниматься спортом разгонять свою кровь потому что только диетой я уверена что с этой проблемой если она у вас присутствует с ней не справиться мужчин физическая активность плотно завязана на уровне тестостерона и если вы не будете заниматься спортом то только с помощью питания тестостерон будет очень сложно поднять надеюсь я с вами поделилась полезной информацией самое главное мне будет очень приятно если вы ее примените в своей жизни и получите хорошие результаты которые вас порадуют пишите пожалуйста в комментариях если у вас была такая проблема как вы с ней справились я думаю что и мне и другим людям будет тоже очень интересно почитать спасибо за внимание и до встречи до встречи